В совещании по вопросам занятости участвовала и вице-премьер правительства России Ольга Голодец. До его начала она побывала в столичном детском саду номер 201 и гимназии номер 5. Децент работает уже два года. Он был построен в рамках проекта «Единая Россия». Экскурсоводами для вице-премьера стали сами воспитанники. Мы рады видеть вас в городе Чебоксары. Действительно город, в котором хочется жить. В садике 13 групп педагоги стараются использовать самые интересные образовательные методики. В качестве пилотных здесь реализуются несколько программ, участниками которых стали многие молодые семьи. Например, проект «Учимся плавать с пеленок». Это мяч. Кому этот мяч достанется, тот переводит с ловчей. Сегодня мы с вами настоящие переводчики. Варианты. Изучение английского языка, адаптация детей с ограниченными возможностями, пропаганда здорового образа жизни – все в соответствии с распорядком дня. У меня хороший садик. Мне больше всего нравится рисовать в садике. Мы ходим в бассейн, на занятия, еще мы ходим на умелые ручки. Пособы системе здесь занимаются профилактикой простудных заболеваний. Когда была инфекция гриппа, многие родители, даже школьные дети, взрослые, в дополнительное время уже от малышей привозили ребят, потому что это действительно помогает для укрепления иммунитета. Здесь же, в фойе детского сада, вице-премьеру российского правительства показали проект школы, которую запланировали построить в столице республики на улице Гладково. Спроектировали школу. Школа на 1100 мест. Площадь, наверное, участка 2,7 гектара. Вы с ней пошли в программу? Да. И вы в этом году ее построите? В общем, мы надеялись ее построить в этом году. Объявили конкурс в декабре, но поступили жалобы в УФАС. Нам продлили. Сейчас эвакуацион состоится 14 марта. Шансов мало, но есть. Не надо знать, да, надо. Но так, конечно, программа принята. В типовые проекты вошли. Состоит из четырех блоков. Вот блок начальных классов, административное здание, старшеклассники, отдельно спорткомплекс, два спортивных зала, бассейн. Аванс вы получаете сразу, а остальные деньги после ввода. Ну, так же, как и с садиками было. А аванс сколько это? 30%. Новое учебное заведение должно стать одним из лучших не только в столице, но и во всей республике. Ольга Голодец побывала в гимназии номер 5. Уже не первый год она в числе 500 лучших школ России. Елизавета Ярко рассказала о своих предпочтениях в образовании. Какие предметы вы изучаете как базовые, а какие как продвинутые? Вот я лично, у меня профильная математика, профильное обществознание, профильный английский. А на базе литература, история, естествознание. Также у меня есть такой предмет, вот видите, есть политическая и экономическая география. Это курс по выбору, который помогает расширить кругозор, может быть, определить сферу интересов. Также есть предметы, как стратегический менеджмент, анатолийское искусство и экологическая химия. Интегрированные курсы, которые позволяют узнать что-то большее о мире. Еще одна точка в маршруте – школьная столовая, где действуют карты без наличного расчета за питание. Такая система дает родителям уверенность, что их дети действительно кушают в школе. В медиа-центре гимназисты продемонстрировали, чему научились на дополнительных занятиях. С 2016 года школа стала опорной площадкой по сдаче нормативов ГТО. Готовность республики реализовать социальные программы, отметила Ольга Голодец, дала весьма ощутимые результаты. Отмечали по итогам 2015 года, и то, что в регионе снизила смертность – это очень важный показатель работы системы здравоохранения. Например, показатели по младенческой смертности в Чувашии находятся на уровне абсолютно лучших мировых показателей. И это огромное достижение. Мы всегда поддерживаем тех, кто может и хочет реализовать свои программы. Поэтому, когда Чувашия обозначила, что они готовы работать по программе развития школьного образования, мы тоже с удовольствием их поддержали. Я надеюсь, что этот проект, он стартует в этом году, наберет обороты. В течение 10 лет мы действительно реализуем большой, мощный проект, который станет ощутимым для каждого жителя региона.